Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нам с мужем по 33 года, прожили вместе 10 лет, детей нет по общему желанию. Сейчас мы живем вместе, уже второй месяц, инициатор он пришел к тому, что чувства остыли, что я не его человек и что не хочет возвращаться в эти отношения. Некоторые проблемы с моей стороны действительно есть, это я признаю, и за ним, конечно, есть косяки. Но жили в целом мирно, им никогда даже особо не скандал, для официально не развелись, хотя он предлагал, но наставить до последнего не стал. Я все это очень плохо переживал, он это знал, что к сожалению проявил слабость и показывал, что мне плохо. Он ушел мне к другой, в этом уверен. Хоть меня сейчас наверняка здесь многие будут убеждать в обратном, но не будут. В общем, сейчас нет никакого общения, уже третью неделю узнавал, как он у меня дела, через сестру. В ответ сказал, что у него все нормально, и сказал, что просто хотел узнать, что я в порядке по поводу наших отношений, хороших новостей нет. Скучаю, люблю до сих пор, иногда плачу, все еще надеюсь, что чувства у него остались, что просто нужно отдохнуть. Ну, может быть, да, может и нет. Мы находимся очень далеко друг от друга, я уехал к родителям, встретился довольно проблематично, у меня вообще вся жизнь перевернулась, не хочу жить здесь, не хочу строить жизнь без него. Думаю, стоит ли поздравиться с Новым годом, даже если он первым не сделает этого. Вообще, стоит ли провоцировать общение спустя месяц молчания? Вообще, я думаю, что как раз таки общение вам и действительно стоило бы, стоило бы провоцировать. Вот. Почему? Потому что... Проблема основная, на мой взгляд, заключается в том, в том, что вы, ну, по сути, по сути, как мне кажется, перестали с твоим мужем быть друзьями, вот. Или вы никогда не были друзьями с вашим мужем, опять же, вот. Тут мне, тут мне сложно, конечно, что-то конкретное сказать, вот, потому что я не знаю, вот. Но, начать общение, как-то, значит, ну, покоммуницировать друг с другом. Да, замечательно было бы, было бы, на мой взгляд. Только без ожиданий, чего-то. Вот человек. Вот. Без давления, значит, на человек. Понимаете? Чтобы вот... Ну, чтобы не давили, не давили на него. Чтобы вы, ну, просто наладили общение с ним. И всё. Вот. Чтобы просто был контакт. И всё. Понимаете? Какая, какая штука. Если этого нет. Вот, если... Этого нет. То да. В таком, в таком случае... Скорее всего, будут проблемы. То есть, если вы, вот... А, ну... Ждёте чего-то, чего-то. Вот. С него. Если вы... Не можете без него, и так далее. Угадывается, здесь ваша собственная проблема, что вы не хотите строить жизнь здесь. Что вы не хотите строить свою жизнь без него. Ну, вот. Я бы сказал, что... По моему мнению... Мнению... Вот. Я бы так сказал. То, по моему мнению... У вас есть проблема с реализацией. Себя. Вот. Потому что то, что вы не хотите строить свою жизнь без него... Говорит о том, что вы не очень-то понимаете, какую жизнь вообще вы хотите строить. В принципе. Вот. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. Поэтому тут нужно вот... На это обратить особое внимание. А что вообще мне интересно? Что вообще я хочу? Да? Что вообще для меня... Что вообще для меня... Важно. Ценно. Нужно. Понимаете? Вот. Важно. Важно. Если этого... Ничего... Нет. То... Будут проблемы. То... Будут проблемы. Важно. Уже. Может быть. Слишком сильно. Важно. Важно. Например. Важно. 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 Но опять же, если вы хотите быть с ним, то на что именно вот ваши желания нацелены, когда вы хотите быть с ним именно? Вот. Или вы хотите свою вот проблематику решить, какую-то, это, знаете ли, не одно и то же. Поэтому и хотел бы обратить ваше внимание на эти вещи, на эти моменты, это важно, очень, очень важно, вот это вот. Вот. То есть необходимо разграничить, что вы хотите для себя и как конкретно проявляется ваша любовь. То есть в чем она заключается, ваша любовь, да, как вы ее ощущаете, как вы понимаете, что это именно любовь, а не что-то другое, например. Вот. Вот. Это нужно исследовать. Обязательно. Вот. И возможно, возможно, после того, как вы в себе разберетесь, написать, возможно, после этого уже имеет смысл и ему написать. И тогда не особо важно, как вы понимаете, когда вы напишете. сейчас, перед Новым годом или в другое время, например, после Нового года. В смысле? Ну, не так, не так. Окей. Не так это важно, не так это актуально, когда именно вы напишете человеку. Главное, что вы напишете человеку. Понимаете? И, конечно же, нужно выстраивать свою собственную жизнь там, где вы хотите. И так, как вы хотите. Вот. Поэтому то, что происходит сейчас, неприятно, но скрывает, как ваши проблемы. Ну вот. скрывает ваши проблемы с другой стороны бросать вызов ну вот ну вы себе как бы бросаете вызов да то есть это вот история про вызов к сожалению вот такая история что я могу вам сказать поэтому если вы собираетесь человеку писать да если вы собираетесь не начать а ну как там общение начинать то начинать это общение нужно с дружбой именно с дружбой иначе человек опять может попасть отдалиться вот как-то так на этом все пожалуй я надеюсь что вам это было интересно я надеюсь что вам это было полезно буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать начать над собой работу позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии вот то есть с чего можно было бы ее начать вот и обратите пожалуйста внимание на следующий важный момент вы говорите что что вы скучаете вы говорите люблю скучаю до сих пор иногда плач вот давайте разберемся на что нацелена ваша скука на что нацелена ваша скука вы говорите что вы тяжело это перенасили не сосчитайте пожалуйста сейчас может быть за бестактность моего вопроса но скажите пожалуйста от чего что именно вам плохо от чего не в том смысле что вам не должно быть плохо нет поэтому отчасти является проблемой то что вы может быть как то вот как раз не признаете и не проживаете некую болезненность того что происходит мой вопрос он немножко конечно в другом вот вы говорите что вам плохо от чего конкретно вам плохо что вы потеряли для себя если если потеряли вот было бы очень здорово этот момент рассмотреть было бы очень здорово на этот момент обратите внимание вот я желаю вам всего самого доброго будучи